книга открытым оком том 1 вопрос 181 тема смерть если господь позволяет причаститься перед смертью значит ли это что после смерти такая душа идет в рай отвечает игнатий тихонович лапкин библия так не учит не в кусочки причастия смысл а как принять его 1 к и финам 11 26 32 ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерти господню возвещаете доколе он придет посему кто будет есть хлеб сей и пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господней до испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе и осуждение себе не рассуждая о теле господне оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся а до господа чтобы не быть осужденными с миром главное не в причащении без которого человек может спастись если не было возможности его принять главное в сердце в душе обратиться ли душа к богу возврати возродиться ли преобразится ли во христа имеет ли дух божия римлянам 8 5 10 ибо живущие по плоти о плотском помышляют а живущие по духу о духовном помышления плотские суть смерть а помышления духовные жизнь и мир потому что плотские помышления суть вражда против бога ибо закону божию не покоряются да и не могут посему живущие по плоти богу угодить не могут но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет вас если же кто духа христова не имеет тот и не его а а если христос вас то тело мертвого для греха но дух жив для праведности у православных совершенно превратное представление о спасении главное успеть перед смертью вызвать к умирающему попа и все будет хорошо и в таком в кавычках на учении на сто процентов виноваты священники вся деятельность пастыри православной церкви строится на принципе абсолютной безоговорочной доверчивости их посудных к ним и чтобы они не сказали в ответ спаси христос спаси господи и языки 33 11 скажи им живу я говорит господь бог не хочу смерти грешника но чтобы грешник обратился от пути своего и и жив был обратитесь обратитесь от злых путей ваших для чего умирать вам дом израилев языки ля 18 21 25 и беззаконник если обратиться от всех грехов своих какие делал и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно жив будет не умрет и все преступления его какие делал он не припомнятся ему в правде своей которую будет делать он жив будет разве я хочу смерти беззаконника говорит господь бог не того ли чтобы он обратился от путей своих и был жив и праведник если отступит от правды своей и будет поступать неправильно будет делать все те мерзости какие делает беззаконник будет ли он жив все добрые дела его какие он делал не припомнятся а беззаконие свое какое делает все добрые дела его какие он делал не припомнится за беззаконие свое какое делает из-за грехи своих какие грешен он умрет но вы говорите не прав пути господа послушайте дом израилев мой ли путь не прав не ваши ли пути не правы